Здравствуйте! Здравствуйте! Я Дерек Уокер, пастор Библейской Церкви в Оксфорде. Сегодня мы продолжаем серию программ «Христианские основы» и поговорим о хождении в любви. Эта серия нацелена на то, чтобы поставить вашу христианскую веру на твердое основание. Основание должно быть в любом здании, а основание нашей жизни — это Иисус и то, что Он сделал для нас на кресте. Так сказано в 1 Коринфянам 3 главе 11 стихе. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Иисус пожертвовал Собой, чтобы стать основанием нашей жизни и всей нашей вечности. И мы закладываем Его, когда принимаем Иисуса своим Господом и Спасителем. А теперь нам нужно строить на этом основании. Мы делаем это, слушая слова Иисуса и апостолов. Так сказал Иисус в Евангелии от Матфея 7 главе. «Итак, всякого, кто слушает слова Моисея и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает свои слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. «И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Чтобы успешно построить дом, нужно строить снизу вверх. Для этого нам нужны основополагающие истины, которые должны быть утверждены в вашей жизни. Это не могут быть любые доктрины в любом порядке, а только основополагающие, которые мы будем слушать и выполнять. Это нужно делать до того, как вы получите более глубокие откровения о вашей жизни. Когда-то я был учителем математики. Вы не можете сразу перейти к исчислениям. Вначале нужно научить детей цифрам, потом сложению, вычитанию, умножению и так далее. Нужно все делать по порядку. Вначале дети делают упражнения, в которых они учатся к каждому шагу. Так же дело обстоит и с Божьей истиной. Нам нужно заложить основания, только потом переходить ко всему остальному. Вначале нужно пить молоко, а когда вы уже немного подрастете, то тогда уже переходить на мясо. Именно об этом сказано в послании к евреям. Пятой главе. Начатки учения названы там молоком слова. Их мы должны установить в нашей жизни. Я предлагаю вам посмотреть это местописание. Для начала взглянем на послание к евреям пятую главу с 12 по 14 стих. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями. Вас снова нужно учить с первым началом Слова Божие. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ, не практикуется в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, зрелым, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Иными словами, эти люди принимают молоко и используют его на практике, пока оно не станет неотъемлемой их частью. И теперь они хорошо знают эту истину. Они умеют различать добро и зло. Пока вы не начнете практиковать истину, она останется для вас только теорией. По-настоящему вы познаете ее только тогда, когда будете использовать на практике. Затем, в шестой главе он рассказывает, какие именно принципы считаются начатками учения. Всего их семь. Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству. И не станем снова полагать основания. Это основополагающие принципы. Первое. Обращению от мертвых дел. И второе. Верив в Бога. Третье. Учению. Четвертое. О крещениях. Пятое. О возложении рук. Шестое. О воскресении мертвых. И седьмое. О суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит. Иными словами, Бог не может перевести вас дальше, пока вы не усвоите молоко слова. Так вы ограничиваете, насколько далеко Бог может завести вас. Бог контролирует этот процесс и ведет вас вперед. Но вы не можете иметь более глубокие откровения, если не будете иметь молоко слова. Эти фундаментальные истины должны быть на своем месте. Иначе ничего другого Бог не допустит. Итак, основополагающая истина — это молоко. И только после молока мы можем переходить к мясу. Мы можем пытаться есть мясо, но у нас нет способностей впитывать его. Поэтому мы склонны неправильно понимать и принимать его. Вам нужно принимать и практиковать молоко, пока оно не станет частью вас. Позвольте ему формировать вас и взращивать вас духовно. В первом послании Петра говорится о новом рождении нашего духа через рождение. Давайте прочитаем эти замечательные слова. Первое послание Петра, первая глава, 23 стих. «Возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». Это невероятно хорошая новость. Наше тело создано из тленного семени, а наш рожденный свыше дух рожден от нетленного семени. А это означает, что наш дух совершенный. В нем есть Божья жизнь. «Семя» — это Слово Божие, которое возрождает наш дух. Поскольку Слово Божие полно силы, то оно действует на наш дух. Далее сказано, «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал, но Слово Господне пребывает вовек». А это есть то Слово, которое вам проповедано. Когда вы услышали Евангелие, Слово Божие вошло в ваш дух, и вы родились свыше. Чуть далее Петр пишет, «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Даже если вы давно родились свыше, то вам нужно желать молока Слова Божьего. Это ключ к вашему росту. Никто не ест мясо до молока. Мы растем духовно, слушая и выполняя Слово Божие. Лучшее мерило нашего духовного роста — это то, насколько мы ходим в любви. Это лучшее мерило того, насколько вы зрелы и духовно. Все зависит от того, сколько молока вы практикуете. Молоко Слова развивает в вас Божью любовь. Именно так Петр и говорит об этом. Посмотрите. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Петр говорит нам о том, чтобы мы росли в любви. Бог вложил в наш дух семя любви. Если мы будем пить молоко Слова и практиковать его, мы будем расти в этой любви. Но если говорить о церкви в Каринфе, то им, к сожалению, все еще нужно было молоко, потому что вместо любви они ходили в распрях. Поступая так, они показывали, что все еще остаются духовными младенцами, которым нужно молоко, чтобы вырасти. Именно об этом сказано в первом послании к Каринфинам, 3 главе. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу. Ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах. Потому что вы еще плотские, управляемые плотью, а не любовью Божией. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Здесь сказано, что духовный младенец управляем своей плотью. А зрелый верующий принимает молоко и понемногу растет. Он управляем духом и любовью. Нам постоянно нужно принимать решение ходить в любви или в эгоизме. Ставить на первое место свои интересы или чужие. Отрекаться от себя или нет. А зрелые христиане выбирают поступать по любви и ходить в любви, пока она не сформирует их характер. Такого человека называют духовным, потому что им управляет его дух, а не плоть. Он выбирает дух, а не плоть. Чем чаще мы выбираем любовь и руководствуемся любовью, тем больше наш дух под контролем, и тем больше любовь совершенствуется в нас. А плотская природа проявляется в распрях и ссорах. Ключевая цель молока — Слово Божьего, чтобы мы росли духовно и учились ходить в любви. Если мы родились свыше, то в нашем духе уже есть Божия любовь. Итак, если вы рождены свыше, то любовь Божия обязательно находится в вас. Посмотрите послание к кремлинам, пятую главу, пятый стих. «Любовь Божия излилась в сердце наше Духом Святым, данным нам». А ходите ли вы в этой любви? Во Христе ваш дух совершенен. Он воскрес вместе со Христом. В вашем духе есть Божья жизнь. А что ж такое духовный рост? Ваш дух не может стать лучшим. Духовный рост — это процесс, когда Божья жизнь и любовь в вашем духе проистекают наружу и формируют вашу душу и ваш характер. Это то, насколько ваш дух контролирует вашу душу. Мы растем, принимая Божью любовь в нашу душу верой. А также, когда подчиняемся ей и ходим в ней, подчиняясь любви, мы совершенствуемся в ней. А что же такое любовь? Кто-то считает, что это чувства. Другие говорят, что это доброжелательное отношение или посвящение. Все это не является сутью любви. Это лишь результаты воздействия любви на вашу душу. Любовь — это духовное понятие. Это Божие пребывание или духовная сила, если можно так сказать. Бог есть любовь. Поэтому любовь — это духовное понятие. Она приходит к нам от самого Бога. Без Бога вы не могли бы иметь любовь, потому что Бог сам есть любовь. Итак, любовь приходит из духовной сферы, и когда вы уступаете ей в своей душе, она, как кислород, наполняет ваши легкие. Когда вы уступаете Духу Божьему, любовь входит в вашу душу и создает и чувство любви, и доброжелательное отношение, и желание поступать правильно. Но Бог является источником всей любви. Мы не можем выдать настоящую любовь из нашей души. Это результат подчинения Духу Божьему в нас. Итак, чтобы расти в любви, нужны два фундаментальных принципа — вера в Бога и отвращение от мертвых дел. Эти вещи идут вместе. Если мы приходим к Богу и принимаем Его любовь, то нам нужно перестать полагаться на себя и на свои дела. Мы не можем делать и то, и другое одновременно. Например, если ваши руки полны яблок, и вы хотите взять еще что-то, то вам нужно оставить яблоки, чтобы взять что-то другое. Вам нужно оставить ваши дела и ваши усилия, чтобы вы могли принять обеспечение от Бога. Итак, вам нужна вера в Бога и отвращение от мертвых дел. Мы принимаем любовь, осознавая, что у нас внутри ее нет, но мы можем черпать ее от Божьего Духа. Бог желает, чтобы мы выросли сильными и зрелыми верующими, полными Его любви. Но это не может произойти случайно. Духовный рост — это совершенствование Божьей любви в нас. Поэтому нам нужно понимать, откуда эта любовь берется и подчиняться ей. Мы должны понимать, что Дух Святой производит эту любовь в нас, но нам нужно еще и подчиняться ей. Итак, в новом рождении мы рождаемся от Бога. Мы имеем в себе жизнь и природу Христа. Дух Святой обитает в нашем духе. Мы растем, познавая истину и практикуя ее. А также позволяя Божьей любви наполнять наши сердца и выражать ее через нашу жизнь. Поступая так, мы чувствуем это в наших эмоциях. Вы чувствуете это только тогда, когда Дух двигается в вас. Когда вы ходите верой и выражаете эту любовь, тогда вы и чувствуете ее. В противном случае никаких чувств не будет. Вы должны ходить с верой. Дух Божий будет двигаться, и тогда вы будете чувствовать эту любовь. Итак, Бог есть любовь, и Он – Отец нашего Духа. Когда мы рождаемся свыше, любящая природа Бога формирует наш Дух. Его любящая природа в нас, потому что любовь Божия излилась в наши сердца. Иисус молился так. «Любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет». Он молится Отцу. «Любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них да пребудет». Иисус молится, чтобы Его любовь, а именно любовь Божия, была в нас. Слава Богу! Мы – дети любви Бога любви. И мы можем ходить в любви, зная, что Его любовь в нас, а также принимая эту любовь и практикуя ее. Слава Богу! У нас есть способность ходить в любви. Это ключ к духовной зрелости. Мы хотим ее достигнуть. Именно об этом сказано в послании к Ефесинам 3 главе. Мы знаем, что это есть, но нам нужно молиться о том, чтобы принять это из Духа в наше сердце. Нам нужно открыть сердце, чтобы принять эту любовь верой и позволить ей день за днем менять наши сердца. Любовь Божия теперь в вашем сердце. И она является почвой, из которой растет ваша жизнь. Любовь Божия есть в вашем духе. Поэтому ваша душа должна быть укоренена и утверждена в этой божественной любви. Давайте посмотрим послание к Ефесинам 3 главу с 14 по 17 стих. «Для сего, преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, веруя вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви». Слышите, да? Чтобы вы могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову, дабы вам исполнится всей полнотой Божией. То есть Божия любовь выше всякого понимания, потому что она не из души, а из духа. А еще она имеет свои измерения. Широта. Бог любит вас всего, целиком и полностью. Долгота. Бог никогда не перестанет любить вас. Глубина. Это как сильно Он любит вас, и как сильно Он готов идти на жертвы ради вас. А высота — это насколько Он готов возвышать вас и давать вам все. И когда вы осознаете Божью любовь, ваше сердце расширится, и вот тогда вы будете способны принять еще больше Его любви в ваше сердце. А затем мы способны полюбить себя, потому что сказано, что мы любим Его, потому что Он прежде полюбил нас. Чем больше любви вы принимаете, тем больше любви в вашем сердце, чтобы раздавать. Написано, что мы постигаем Божью любовь. Мы можем постичь ее, потому что она входит в наше сердце. И тогда мы наполняемся Божьей полнотой. А когда мы растем духовно и принимаем все больше Его любви в наши сердца, то мы можем жить на основании этой любви. А тому, кто действующую в нас силуя, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды. От века до века. Аминь. Итак, Бог способен сделать это, и Его слава действует в нас. Слава — это Его любовь, и Он способен наполнить нас Своей любовью. Мы растем духовно, когда принимаем Божью любовь в наши сердца, а потом ходим в этой любви, выражая ее. Помните, Иаков писал, что недостаточно только слушать, а нужно быть еще и делателем слова. Иначе вы просто обманываете себя. Вы не можете расти духовно, если просто принимаете, принимаете и принимаете любовь. Вам нужно еще и исполнять ее. Духовный рост требует и того, и другого. Вы обманываете себя, если думаете, что растете, хотя вы только принимаете. Должна быть еще и отдача. В младенце очень много скрытых способностей, но чтобы расти и реализовать свой потенциал, ему нужно питаться, а также действовать. Только тогда все его способности смогут проявиться на полную. Так и мы. Когда мы принимаем Божью любовь и начинаем практиковать ее, то начинает проявляться то, кто мы на самом деле. Нам нужно соединиться с Божьей любовью внутри нас, потому что именно это дает мне силы для духовного роста. Естественная любовь может заканчиваться, но с Божьей любовью мы можем побеждать, даже когда люди относятся к нам плохо. Подчиняясь Божьей любви в нас, эта любовь совершенствуется в нас, но нам нужно принять ее в наше сердце и действовать. Христиане остаются младенцами, потому что они живут как обычные люди. Они живут так, будто бы внутри них нет запаса любви, поэтому они всегда реагируют по плоти, а не используют Божью любовь. Очень просто любить своих друзей. Но Божественная любовь любит даже врагов и тех, кто вас расстраивает. Иисус сказал, «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны в любви, как совершен Отец ваш Небесный. Так ведут себя настоящие дети Божии». Как писал Павел, «Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленное. И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас». Мы способны на это, потому что Божья природа любви находится внутри нас. Даже если мы ее не чувствуем, она все равно там, потому что так говорит Слово Божие. Поэтому мы можем верой черпать эту любовь. Эта любовь приходит не естественно, а сверхъестественно верой. Наша плоть захочет инстинктивно реагировать иначе, но мы теперь не только естественные существа, еще и сверхъестественные. И когда мы будем ходить в любви, то появится и чувство любви. Слава Богу! Поэтому даже если закончилась ваша естественная любовь, если вы приблизитесь к Богу, то сможете черпать сверхъестественную любовь, которая есть в вашем духе. Обычно мы хотим отреагировать по плоти, но не нужно идти на поводу у этого первого чувства. Подождите, пока сможете черпать Божью любовь, и лишь тогда реагируйте. А как же мы совершенствуемся в любви? Каждый раз, когда мы поступаем и говорим в любви, любовь Божия все больше совершенствуется в нас. Вот давайте посмотрим, что сказано об этом в первом послании Иоанна 2 главе, 5 и 6 стихах. «А кто соблюдает Слово Его, Его повеление ходить в любви, в том истинно любовь Божия совершилась, и сего узнаем, что мы в Нем действительно рождены свыше. Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал в любви». А далее в 4 главе, 19 стихе сказано, «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Бог — источник всей любви. Возлюбленные. Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бог. Итак, если вы рождены от Бога, то вы имеете Божью любовь внутри себя. Но только через общение с Богом и черпание любви от Него вы сможете ходить в этой любви. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Бог показал Свою любовь к нам на кресте. Возлюбленные. Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает. Его любовь совершенно есть в нас. Когда мы ходим в любви, это побуждает дух любви течь в наше сердце, формировать наш характер, и мы будем больше похожи на Иисуса. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Хождение в любви — это ключ к пребыванию в Боге и к тому, чтобы Бог обитал в нас. Мы не можем добиться этого без любви, потому что это главная заповедь Нового Завета. Это настоящий ключ к нашей зрелости и к тому, чтобы мы были готовы принимать мясо Слова Божьего. Плод же духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Но таковых нет закона. Обратите внимание, что плодов не 9,1. Плод духа — это любовь, а все остальное — радость, мир, долготерпение — это проявление любви. Но суть всего, что исходит из духа, — это любовь. И у этой любви много граней. Все эти вещи есть у вас. Богу нужны духовные плоды, а не религиозная ерунда. В первом послании Коринфянам 13 главе Павел говорит, «Если имею все дары и всю веру, а не имею любви, то я ничто. Если я любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь — это природа самого Бога, которую Он вложил в ваш дух. И чтобы вы не делали все тщетно, без любви». Если вы живете из духа, то из вас должна выходить Божья любовь. Если вы ходите в любви, то эта любовь развивается и совершенствуется в вас. Это молоко Слова. И пока мы живем только этим, мы еще с вами не готовы к мясу. Мы приглашаем вас на наши воскресные собрания, которые проходят в 11.00 и в 18.00 по адресу, который вы видите на экране. Приходите, мы ждем вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова